Беседа 13. Римлянам 7.14 Ибо мы знаем, что закон духовен, аят плотян, продан греху. Так как апостол сказал выше, что зло увеличилось, и что грех, встретившись с заповедью, сделался более сильным, и произошло противоположное тому, к чему стремился закон. И так как он привел этим слушателя в большее недоумение, то, освободив сперва закон от худого подозрения, объясняет потом причину, вследствие которой это случилось. Чтобы кто-нибудь слышал, что грех получил повод от заповеди, что когда пришла заповедь, грех ожил, что грех обольстил и умертвил заповедью. Чтобы не подумал, что закон был виной всех этих зол, апостол прежде всего излагал с большим дерзновением защиту закона, не только освобождая его от обвинения, но и сплетая ему величайшую похвалу. И это он представляет не в таком виде, что сам говорит в пользу закона, но как бы произносит общий приговор. Мы знаем, говорит, что закон духовен. Этим он как бы сказал. Всеми признается и хорошо известно то, что закон духовен. А потому и нельзя допустить, чтобы он был причиной греха, и чтобы на нем лежала вина происшедших зол. И смотри, как он не только освобождает его от обвинения, но и хвалит без меры. Назвавши его духовным, он показывает, что закон есть наставник добродетели и враг порока, так как быть духовным значит отводить от всех грехов. Это именно и делал закон, устрашая, вразумляя, наказывая, исправляя, советуя все относительно добродетели. Откуда же, спросишь, произошел грех, если и наставник был так достоин удивления? От нерадения учеников. Поэтому апостол присовокупляет, а я продан плотян, продан греху. Изображает человека, жившего и в законе, и до закона. После смерти, говорит он, толпой нахлынули страсти. Когда тело сделалось смертным, то оно по необходимости приняло и похоть, и гнев, и болезнь, и все прочее, что требовало многого любомудрия, чтобы наводнившие нас страсти не потопили помыслы во глубине греха. Сами по себе они не были еще грехом. Но произвела это необузданная их неумеренность. Так, если взять, для примера, одну из страстей, плоская похоть, не составляет греха. Но когда она впала в неумеренность, и не желая оставаться в пределах брака законного, стала наскакивать на чужих жен, тогда, наконец, сделалась любодеянием. Но не от похоти, а от неумеренности в ней. И, заметь мудрость Павла, восхвалив закон, он немедленно обратился к временам древним, чтобы, показавши, в каком состоянии находился род человеческий тогда до закона, и после того, как получен закон, представить необходимость преизобивающей благодати, что апостол везде старался раскрыть. Когда он говорит «продан греху», разумеет, не только живших под законом, но и тех, которые жили до закона и существовали с самого начала мира. Потом объясняет способ того, как человек продан и отдан. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Что значит «не понимаю»? Не знаю. Как же случилось это? Ведь никто никогда не согрешил в неведении. Видишь ли ты, что если станем выбирать слова, не с надлежащей осмотрительности, и не будем обращать внимания на цель апостола, то последует множество несообразностей. Если бы люди грешили в неведении, то они недостойны были бы и подвергаться наказанию. Поэтому, как выше апостол говорил, что грех без закона мертв. Не то выражая, что тогда грешили в неведении, а то, что они знали, но не так ясно, потому и наказывались, но не так сильно. И опять, и говоря, я бы не знал и пожелания, не выражая совершенного незнания, а указывая на самое ясное познание, равным образом говоря, произвел во мне всякую похоть. Не то, разумеется, что заповедь произвела похоть, но то, что грех посредством заповеди усилил похоть, так и здесь. Когда говорит, не то делаю, что хочу, не выражая этим совершенное неведение, потому что как же он соуслаждался закону Божию по внутреннему человеку. Что же значит, не понимаю, пребываю во мраке, увлекаюсь, терплю насилие, сам не знаю, как впадаю в обман. Как и мы обыкновенно говорим, не знаю, как такой-то человек пришел и увлек меня, не оправдывая себя незнанием, а только указывая на какой-то обман, нападение и умысел. Ибо не то делаешь, что хочу, но что ненавижу, то делаю. Как же ты не знаешь, что делаешь? Если ты желаешь добра и ненавидишь зло, то это свойственно совершенному знанию. Отсюда ясно, что словами, что не хочу, апостол не уничтожает свободной воли и не вводит какую-то насильственную необходимость. Ведь если мы грешим непроизвольно, а по принуждению, то опять наказания прежде бывшие не имели бы основания. Но как слово «не понимаю» апостол выразил не незнание, а то, что сказано нами выше, так прибавил, что «не хочу», обозначил не необходимость, а не одобрение сделанного. Потому что если бы словами «что не хочу, то делаю», он не это выразил, то почему бы не присовокупить ему «делаю то, к чему принуждаюсь и подвергаюсь силою». Ведь это именно и противоположно воле и свободе. Но апостол не сказал так, и вместо этого поставил «что ненавижу», чтобы ты понял, что он и словами «что не хочу» не уничтожил свободы. Итак, что это значит, что «не хочу»? «Что не хвалю, не одобряю, не люблю» в противоположность этому он и прибавил следующее. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». 638. Видишь ли ты, что разум, пока не поврежден, действительно сохраняет свойственное ему благородство. Если и предается пороку, то предается с ненавистью, что и может быть величайшей похвалой закона, как естественного, так и писанного. Что закон хорош, говорит апостол. Это видно из того, что я сам себя обвиняю, приступая к закону и ненавидя сделанное мною. Если бы закон был виновником греха, то каким образом, находя удовольствие в законе, можно было бы ненавидеть повелеваемое законом? «Хвалю закон», — говорит он, «а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». На этих словах основываются те, которые воздают против плоти и исключают из числа творений Божиих. Что же мы можем сказать на это? То же, что сказали недавно, рассуждая о законе, потому что как там апостол приписывает все греху, так и здесь. Он не сказал, что плот делает это, но совершенно напротив. Поэтому делай не я, но живущий во мне грех. Если же говорит, что не живет в нем доброе, то это еще не обвинение плоти, так как то обстоятельство, что не живет во плоти доброе, не доказывает, что она сама в себе зла. «Мы соглашаемся, что плоть ниже и недостаточнее души, но вовсе не противоположна ей, не враждебна и не зла. Но как гусли музыканту и как корабль кормчему, так и плоть подчинена душе. И гусли, и корабль не противоположны тем, кто управляет и пользуется ими, но и вполне согласны, хотя и не одинакового достоинства с художником. И подобно тому, как тот, кто говорит, что искусство, не в гуслях и не в корабле, а в корчем и в гусляре, не унижает этих предметов, а показывает различия между художником и искусством. Так и Павел, сказавши, не живет во вам плоти мои добрые, не унизил тело, а показал превосходство души. Ведь именно душа всем заведует, и искусством правит кораблем. Как играть на гуслях, то же самое показывает здесь и Павел, приписывая господствующее значение душе, разделив человека на две эти половины, душу и тело. Он утверждает, что плоть, более неразумно, лишена понимания, и есть нечто управляемое, а не управляющее. Душа же премудра, способна познавать, что должно делать и чего не делать, хотя и не имеет столько сил, чтобы править конем, как желает. В этом вина может быть ни одной плоти, но и души, которая, зная, что должно делать, не приводит в исполнение призванного. И если же, говорит, делаю не то, что хочу, то соглашаюсь, что закон добр. Опять и здесь сказал, что не нахожу доброго, что желал бы сделать. Показывает не неведение или сомнение, а нападение и козни греха, выражая это яснее, он и прибавил. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Замечаешь ли ты, как апостол освободив от обвинений существо души и существо плоти, все перенес на порочную деятельность? Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущего мне грех. Если человек не хочет зла, то душа свободна. А если он не делает зла, то и тело свободно. Все зависит только от одной злой воли. Душа, тело и воля в сущности не одно и то же. Но первая суть творения Божия, последняя есть движение, рождающееся в нас самих, которое мы направляем куда хотим. Воля сама по себе есть природная способность, данная от Бога. Но та же воля есть нечто и наше, собственное, и зависит от нашего разума. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Сказанное неясно. Что оно значит? Хвалю закон по совести, рассуждает Павел. Когда я хочу делать доброе, нахожу себе в нем защитника, который напрягает мою волю. Как я услаждаюсь законом, так и он одобряет мое расположение. Видишь ли, как апостол доказывает, что сначала было вложено в нас разумение добра и зла, и что закон Моисея хвалит это разумение, и сам восхваляется им. Как выше он не сказал, я учусь у закона, но хвалю закон. Так и теперь не говорит, воспитываюсь законом, но соуслаждаюсь закону. Что значит соуслаждаюсь? Соглашаюсь с ним, как с добрым, равно как и он согласен со мной, желающим делать добро. Человеку дано свыше было желать добра и не желать зла. Закон же, явившись и во зле, сделался обвинителем очень многого, и в добре хвалителем большего. Видишь ли ты, что апостол приписывает закону не больше, как некоторые усилия и дополнения. Хотя закон хвалит доброе, а я соуслаждаюсь и желаю добра, однако злое еще прилежит, и действие его не уничтожено. Таким образом, закон для намеревающегося сделать что-нибудь доброе, является в этом только союзником, и настолько, насколько он сам себе того же желает. А так как апостол неясно это выразил, то впоследствии раскрывает и приводит в большую ясность, показывая, каким образом прилежит зло, и каким образом закон содействует желающему делать доброе. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Я знал добро и до закона, говорит апостол, и нашедший его изображенному в письменах, хвалю, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. 640. Здесь опять законом против воюющим апостол назвал грех, не по достоинству, а вследствие чрезмерного послушания повинующихся ему. Как Мамону он называет господином, а чрево Богом, не по собственному их достоинству, но вследствие большого рабства подчиненных. Так и здесь назвал грех законом, вследствие того, что люди служат ему и боятся оставить его. Так же, как получившие закон, страшаться не исполнить закона. И грех, говорит апостол, противится закону естественного. Это и есть закон ума моего. И вот апостол изображает состязание и битву, и весь подвиг, и возлагает на закон естественный. Закон Моисея дан после, и как бы в добавление. Но, однако, и тот, и другой закон, один научивший доброму, а другой восхваливший, не совершили в этой борьбе ничего великого. Такова побеждающая и превосходящая власть греха. Павел изображает это и говоря поражение в зависимости от силы и сказал, а в членах моих вижу противоборствующий закон ума моего и пленяющий меня. Не сказал просто побеждающий, но пленяющий меня законом греховным. Не сказал также влечением плоти или природой плоти, но законом греховным, то есть властью, силой. Как он говорит, который в членах моих, что это значит, не члены называет грехом, но совершенно отделяет от греха, потому что иное пребывающее в чем-нибудь, и иное то, в чем оно пребывает. Как заповедь не есть зла, хотя грех получил в ней повод, так не зла и природа плоти, хотя грех через нее борется с нами, потому что в данном случае и душа будет зла и еще в большей мере. Насколько она имеет власть в том, что должно быть? Но это не так. Нет. Если тиран или разбойник владеет каким-нибудь прекрасным зданием или царским дворцом, то случившееся не может быть осуждением для дома, а вся вина падает на тех, кто совершил это злоумышление. Этого не понимают враги истины, которые вместе с нечестием впадают в совершенное безумие. Они не только обвиняют плоть, но клевещут и на закон. Хотя плоть и зла, но закон добр, потому что воюет с нею и противится ей. А если закон не благо, то благо плоть, потому что она, согласно их мнению, борется с законом и враждует против него. Как же они говорят, что плоть и закон от дьявола и вводят противоположные друг к другу? Видишь ли, какое вместе с нечестием и безрассудство. Но не таково учение церкви, которое осуждает только один грех и утверждает, что оба закона, данные от Бога, естественные, и Моисеев находятся во вражде с грехом, а не с плотью. Плоть же есть не грех, а Божие творение весьма полезное для нас и в подвигах добродетели, если мы бодрствуем. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Заметил ли ты, какова власть зла? Как оно побеждает и ум, находящий удовольствие в законе? Никто не может сказать, говорит апостол, что грех делает меня своим пленником, потому что я ненавижу закона, отвращаюсь от него. Напротив, я нахожу в нем удовольствие, хвалю его, прибегаю к нему, но он не получил силы спасти даже и прибегающего к нему, а Христос спас и убегающего от него. Заметил ли ты, как велико превосходство благодати? Но апостол не раскрыл этого, только востенав и горько заплакав, подобно человеку, лишенному помощников, самым затруднительным своим положением доказывает силу Христову и говорит, бедный я, окаянный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Закон оказался бессильным, совесть недостаточную. Хотя я хвалил доброе, даже не только хвалил, но и боролся со злом. Ведь апостол назвал грех противовоюющим, показал, что и сам вооружался против греха. Итак, откуда же будет надежда на спасение? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Видишь, как апостол показал необходимость явления благодати, а также и то, что он есть общий дар отца и сына. Хотя он и благодарит отца, но причиной этого благодарения есть сын. А когда ты слышишь, что он говорит, кто избавит меня от всего тела смерти, не думай, что он обвиняет плоть. Он не назвал ее телом греха, но телом смерти. То есть смертным телом, плененном смертью, а не породившим смерть. Это служит доказательством не порочности тела, но поврежденности, которой оно подверглось. Как тот, кто пленен варварами, считается принадлежащим к числу варваров, не потому, что он варвар, а потому, что находится во власти варваров. Так и тело называется телом смерти. Потому что оно находится во власти смерти, а не потому, что произвело смерть. Потому и апостол желает избавиться не от тела, но от тела смертного. Намекая на то, о чем я неоднократно говорил, что тело, сделавшись доступным страсти, от этого самого стало легко подвержено греху. Но если такова была власть греха до благодати, то за что, спросишь, грешники наказывались? За то, что им даны были такие повеления, которые можно было исполнять и во время господства греха. Закон не требовал от них высокого совершенства в жизни, но позволял пользоваться своим имуществом, не запрещал иметь многих жен, предаваться гневу, с правдой и пользоваться умеренным наслаждением. Им столько было сделано снисхождением, что закон, писанный, требовал меньше того, сколько повелевал закон естественный. Хотя естественный закон всегда предписывал одному мужчине вступать в брак с одной женщиной, что ясно засвидетельствовал Христос, сказав, «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их». Но закон Моисея как не запрещал, разведясь с одной вступать в брак с другую, так не препятствовал иметь вместе двух жен. Кроме этого, можно видеть, что жившие прежде этого закона, руководимые одним естественным законом, исполняли и другое, больше тех, которые жили под законом. Итак, жившие в Ветхом Завете не потерпели никакого убытка, когда у них было введено столь умеренное законодательство. Если же и при этом они не могли остаться победителями, то виной служит их собственное нерадение. потому Павел благодарит за то, что Христос не подверг нас никакому испытанию, и не только не потребовал отчета в наших делах, но сделал нас способными к большему поприщу. Поэтому, говорит он, благодарю Бога моего и Иисусом Христом. И не говоря уже о спасении, как о таком деле, которое по доказанному выше всеми признанно, переходит к другому, очень важному, и раскрывает, что мы не только освободились от прежних грехов, но и на будущее время сделались непобедимыми для греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Но апостол сказал об этом не прежде, как упомянул еще раз, о прежнем состоянии, сказав сперва, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти и говорит, что и так умом моим я служу закону Божию, а плоти же закону греховному». Присовокупляет потом и нет ныне никакого осуждения во Христе Иисусе. А так как словам его противоречило то, что многие грешат и после крещения, то он спешит и к этому и не просто говорит сущим во Христе Иисусе, но прибавил, не по плоти ходящим, чем и показывает, что все происходит уже от нашего нерадения, так как ныне возможно ходить не по плоти, а тогда до Христа было трудно. Потом это же самое апостол раскрывает и иначе, продолжая так, стих второй, «Потому что закон Духа, жизни во Христе Иисусе, освободил меня от закона, греха и смерти». Под именем закона Духа апостол разумеет здесь Духа. Как грех назвал законом греха, так и Духа называет законом Духа. Но и закон Моисея он наименовал также духовным, сказав, знаем, что закон духовен. Итак, какое же различие? Большое и бесконечное. Тот есть закон духовный, а этот есть закон Духа. Чем же отличается один от другого? Тем, что один только дан Духом, а другой, принявшим его, обильно даровал Духа. Потому апостол наименовал его также законом жизни, противоположной закону греха, а не закону Моисея. Когда говорит, освободил меня от закона греховного и смерти, то разумеет здесь не Моисеев закон, так как нигде не называет его законом греховным. Да как он мог и назвать этот закон так, который неоднократно именовал праведным и святым, разрушителем греха, но разумеет закон, противовоюющий закону ума. Эту жестокую брань прекратила благодать Духа, умертвившая грех и сделавшая борьбу легкой для нас, сперва увенчавшая, а потом с большой помощью увлекающая на подвиг. И как апостол всегда делает, переходя от Сына к Духу, от Духа к Сыну и Отцу, все наши меняя Троицы, так поступает и здесь сказавший, кто избавит меня от всего тела смерти, показал, что Отец совершает это через Сына, потом опять приписывает это Святому Духу вместе с Сыном, когда говорит закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня, после снова приписывает Отцу и Сыну. Как закон ослабленный плоти был бессилен, что Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Опять кажется, будто он осуждает закон, но при тщательном внимании открывается, что он очень хвалит его, доказывая, что закон согласен со Христом и предписывает то же самое. Ведь не сказал худое закона, но немощное. В нем же немощи и немощи ни в чем поступал худо или зло умышлял. Самый немощ приписывает не закону, а плоти, говоря, в нем же и немощи стволили, так как закон был ослаблен плоти. Плоти же опять здесь называют не самое существо и основание ее, а мудрование плотское, почему и освобождает от обвинения как тела, так и закон. И не только этим, но и следующими словами 643. Если бы закон был враждебен, то как Христос явился бы к нему на помощь, выполнил его праведность и протянул руку, осудив грех во плоти? Это именно и осталось сделать, потому что закон давно уже осудил грех в душе. Итак, что же? Неужели закон совершил больше, а единородный Божий меньше? Никак! Ведь и первое совершил преимущественно Бог, давший закон естественный, а потом приложивший закон писанный, иначе не было бы никакой пользы от большего, если бы не было предложено меньшее. Какая в самом деле польза знать, что должно делать, не делая этого? Никакой! Напротив, за это будет даже больше осуждения. Таким образом, кто спас душу, тот и сделал плоть благопокорную. Учить нетрудно, но показать путь, которым с удобством можно достигнуть этого, вот дело достойно удивления. Для того пришел в единородный и не прежде удалился, как освободив нас от того неудобства. Всего же важнее самый образ победы. Христос не другую принял плоть, но ту же самую покоренную, подобно тому, как царский сын, увидев, что на рынке бьют женщину худую и продажную, называет себя ее сыном и таким образом освобождает ее от нападающих. То же самое сделал сын Божий. Он исповедовал себя сыном человеческим, явился на помощь плоти и осудил грех. Итак, грех не осмелился бить ее больше, а лучше сказать, он уже поразил ее ударом смерти. Но всего удивительнее то, что не пораженная плоть, но поразивший грех подвергся за это осуждению и гибели. Если бы победа совершилась не по плоти, это не так было бы удивительно, потому что и закон производил это. Но удивительно то, что Христос, имея плоть, возник победный трофей. И та самая плоть, которая тысячекратно была побеждена грехом, одержала над ним блистательную победу. Смотри же, сколько совершилось необычайного. Во-первых, грех не победил плоти, во-вторых, он сам был побежден и притом побежден плотью. Ведь ни одно и то же. Не быть побежденным и победить того, кто всегда побеждал. В-третьих, плоть не только победила, но и наказала, так как тем, что Христос не согрешил, он явился непобежденным, а тем, что умер, он победил и осудил грех, сделав для него страшную ту самую плоть, которая была прежде презираема. Так он уничтожил и силу греха, уничтожил и смерть, введенную в мир грехом. Пока грех встречал грешников, он по справедливому основанию наносил им смерть. Когда же нашедший тело безгрешное, предал его смерти, то, как, сделавший несправедливость, подвергся осуждению, ты видишь, сколько совершилось побед. Плоть не была побеждена грехом, но и сама его победила и осудила, и не просто осудила, но осудила, как согрешивший. Христос сперва изобличил его в неправде, потом осудил, и осудил не просто силой и властью, но и словом правды. Это и выразил апостол, сказавший о грехе, осудил грех во плоти. Это тоже значит, что сперва изобличил в тяжком грехе, а потом уже осудил его. Ты видишь, что всюду осуждается грех, а не плоть. Плоть же увенчивается и произносит свой приговор над грехом. А если сказано, что Бог послал сына с подоби плоти, то не думай на основании этого, что плоть Христа была иная, так как апостол сказал греха, то и прибавил слово подобие. Христос имел не грешную плоть, а подобную нашей грешной, но безгрешную и по природе одинаковую с нами. Таким образом, отсюда видно, что природа плоти не зла. Христос уготовил победу, не принявшей другой плоти вместо прежней, и не изменил эту существе, но согласившись пребывать в том, в том же самом существе, достиг того, что оно приобрело венец за победу над грехом, а после этой победы воскресил его и сделал бессмертным. Но какое против имеет отношение ко мне то, что совершилось в той плоти? Для тебя преимущественно это и имеет значение, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Что значит оправдание? Конец, цель, успех. Чего же закон желал и что некогда производил? Чтобы человек был безгрешен. Это именно ныне совершено для нас Христом. Его дело было противостать и победить, а наше воспользоваться победою. И так мы не согрешим, если не слишком ослабеем и не падем. Почему апостол и пресок упил живущих в нас не по плоти, а чтобы ты услышал, что Христос избавил тебя от греховной брани и что после осуждения греха во плоти исполнилось тебе оправдание закона. Не отверг всякого приготовления, апостол как выше и сказал, оправдание закона исполнилось в нас не по плоти ходящим, так и здесь тоже самое прибавил, чтобы оправдание исполнилось в нас, а лучше сказать, здесь прибавлено нечто гораздо большее, сказать, оправдание закона исполнилось нас не по плоти живущим, присовокупил, но по духу, давая тем разуметь, что должно не только воздерживаться от зла, но и украшаться добром, дать тебе венец дела Христова, а удержать данное твое, Христос совершил для тебя то, в чем состояло оправдание закона, именно, чтобы ты не подлежал клятве, 645, и так не погуби этого дара, но постоянно сохраняй это прекрасное сокровище, здесь апостол внушает тебе, что для нашего спасения недостаточно крещения, если после него не покажем жизни достойной этого дара, таким образом, говоря это, он опять защищает закон, и после того, как мы уверовали во Христа, надлежит все делать и исполнять так, чтобы оправдание закона, исполненное Христом, в нас пребывало и не было уничтожено, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном, помышления плотские, суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божьей не покоряются, да и не могут. Но это не есть обвинение плоти, пока она сохраняет собственно свое значение, не бывает ничего несообразного, когда же мы позволяем ей все, и она приступив свои пределы восстанет на душу, когда все губит и портит не по собственной своей природе, но вследствие неумеренности и происходящего из нее беспорядка. Не сказал, если естество плоти или существо тела, но помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. А говоря это, он не приписывает плоти собственного помышления, нет, но указывает на более грубое стремление ума, которому дает имя заимствованного от худшей части человека, подобно тому, как часто и целого человека вместе с душой обыкновенно называют плотью, а помышления духовные, опять и здесь говорит о духовном помышлении, как и ниже пишет, испытующий же сердца знает и показывает многочисленные блага, проистекающие из него для настоящей и будущей жизни. В сравнении со злом, какое производится плотским мудрованием, гораздо более добра доставляет духовное мудрование, что апостол выразил, сказавши, жизнь и мир, жизнь в противоположность прежде сказанному, помышления, плотские, суть смерти, а мир в противоположность сказанному после, потому что сказавший мир присовокупил, потому что плотские помышления, суть вражда против Бога, потом, что хуже смерти, потом показывает, почему плотское мудрование смерти вражда и говорит, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут, но не смущайся, слыша, что не могут, так как это затруднение легко разрешить. Под именем плотского мудрования апостол разумеет здесь помысл земной, грубый, пристрастный к житейскому и к худым делам, о котором говорит, что он не может покориться Богу. Какая же надежда на спасение, если, будучи злым, невозможно сделаться добрым? Но не это, говорит апостол, иначе как же сам Павел сделался столь великим? Как разбойник, как монастея, как неневитяне, как восстал Давид после своего падения, как пришел в себя Петр, отрекшись от Христа, как блудный сын был присутствен к стаду Христову, как возвратили себе прежнее блаженство галаты, утратившие благодать? Итак, апостол не то говорит, что худому невозможно сделаться добрым, но то, что невозможно, оставаясь порочным, покориться Богу. А кто переменяется, тому, конечно, легко сделаться добрым и покориться Богу. Он не сказал, что человек не может покориться Богу, но говорит, что худой поступок не может быть добрым. Это тоже значит, что сказать блудодеяние не может быть целомудрием, а порог добродетелью. Так, когда Христос говорит в Евангелии, не может дерево худое приносить плоды добрые, то Он не отрицает этим возможности перехода от порока к добродетелю, а говорит только, что пребывание в пороке не может приносить добрых плодов. Он не сказал, что худое дерево не может сделать себя хорошим, а говорит, что оставаясь худым, оно не может приносить добрых плодов. А что худое может изменить, это Христос показал и здесь, и в другой притче, когда говорил о плевелах, сделавшихся пшеницей, почему и запрещает их выдергивать, чтобы когда стали выдергивать плевелы, говорит, то они выдернули вместе с ними и пшеницу, то есть ту, которая из них будет. Итак, апостол плотским мудрованием называет порок, а духовным мудрованием данную благодать и деятельность, одобряемую благой волей, и рассуждает здесь вовсе не о существе и природе, но о добродетели и о пороке. Чего не мог ты сделать, находясь под законом, говорит апостол, то можешь сделать ныне, можешь ходить прямо и правильно, если получишь помощь от Духа. Недостаточно ведь еще не ходить по плоти, но должно ходить по Духу, потому что для нашего спасения нужно не только уклонять себя от зла, но и делать добро. А это будет, если мы душу предадим Духу, а плоть убедим познавать свое положение. Таким образом мы ее сделаем духовной, равно как если станем предаваться беспечности, сделаем душу плотскую. 647. Так как дар сообщен не по естественной необходимости, но вручен по свободному произволению, то от тебя уже зависит сделать все тем или другим. Христос совершил все, что от него зависело. Грех не противовоюет с законом ума нашего и не пленяет нас, как прежде. Но все это миновало и исчезло. Страсти скрылись, страшась и трепеща благодать и Духа. Если же ты погашаешь свет, сталкиваешь возницу и изгоняешь кормчиво, то самому себе приписывай причину обуреваемой волнами обуревания. А что теперь добродетель сделалась более исполнимой, потому и стремление к любомудрию увеличилось. Ты можешь видеть из того, что в каком состоянии находился рост человеческий, когда господствовал закон, и в каком находится ныне, когда воссияла благодать, что прежде касалось ни для кого невозможным, как то девство, презрение смерти и других очень многофильственных страданий. То ныне с успехом исполняется повсюду в мире. Не только у нас, но и у скифов, ракьян, индийцев, персов и у других варварских народов есть лики дев, сон и мучеников, общины монахов и монахинь. И при том, в большем числе, чем живущих в брачном союзе, везде ревностное исполнение поста, обилие нищеты, а жившие под законом, кроме одного или двух примеров, не могли и во сне того себе представить. Итак, видя истину событий, взывающую громогласней трубы, не предавайся изнеженности и не теряй столь великой благодати. Беспечному и по принятию веры невозможно спастись. Подвиги сделались легкими для того, чтобы ты, совершая борьбу, побеждал, а не для того, чтобы дремал и величием благодати воспользовался как предлогом к нерадению, опять погрузившись в прежнюю тину грехов. Поэтому апостол и присовокупляет, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Итак, что же? Неужели, скажут, мы будем отсекать тело и станем разлучаться с плотью, чтобы угодить Богу? Неужели ты, ведя нас в добродетели, повелеваешь нам быть самоубийцами? Видишь ли, сколько рождается несообразности, если сказанное апостолом, мы станем понимать буквально. Под именем плоти Павел и здесь, разумеет, не тело, не сущность тела, а плотскую и мирскую жизнь, исполненную роскошью и распутству, которое целого человека делает плотью, как окрыляемое духом делает и самое тело духовным. Так и удаляющийся духа, служащий чреву и удовольствием, делает самую душу плотью, не изменяя ее сущности, но губя ее благородство. Такой образ выражения часто встречается и в Ветхом Завете и означает под именем плоти грубую и нечистую жизнь, исполненную гнусных удовольствий. Так и Ной было сказано, не вечно духу моему быть пренебрегаемым в человеках, потому что они плоть. Хотя и сам Ной облечен был плотью, но был облеченным плотью и не составляло вины, так как это было естественно. Преступно же возлюбить плотскую жизнь. Поэтому Павел и говорит, но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. И здесь опять, разумеет, не просто плоть, но такую плоть, которую увлекают страсти и придают мучению. Для чего же, спросишь, не сказал он именно так и не указал такого различия? Чтобы ободрить слушателей и показать, что не в теле будет жить тот, кто истинно живет. Так как всякому известно, что пребывание во грехе не свойственно духовному, то апостол указывает нечто большее, говоря, что духовный человек не только не пребывает во грехе, но даже и не во плоти, еще все сделаются ангелом, возносятся на небо и просто носят только тело. Если же ты осуждаешь плоть за то, что апостолы по имени ее называют жизнь плотскую, то таким образом будешь осуждать и мир, потому что по имени его часто называется порочная жизнь. Как и Христос говорил ученикам, вы от мира, не от мира. И опять братьям своим говорит, не может мир ненавидеть вас, а меня ненавидит. Душу в таком случае придется назвать отчужденной от Бога, потому что апостол, живущий в заблуждении, наименовал душевными, но не так это, нет. Везде необходимо обращать внимание не просто на выражение, но на мысль говорящего. И нужно в точности понимать различия сказанного. Одно – добро, другое – зло. Иное же среднее, например, душа или плоть, есть нечто среднее. И может сделаться как тем, так и другим. А дух всегда благ и никогда не делается чем-либо иным. Опять, плотское мудрование, то есть порочное действие, всегда зло, так как не покоряется закону Божию. Итак, если ты отдашь душу и тело лучшему, то и сам будешь принадлежать к той же стороне. Если отдашь худшему, соделаешься участником гибели, происходящей отсюда. Не по природе души или плоти, но по настроению, имеющему власть избирать то или другое. А что действительно это имеет такое значение, и сказано мне это осуждение плоти, мы исследуем это точнее, опять обратившись к тому же выражению. Вы же не по плоти живете, но по духу, говорит он. 849. Как это? Неужели они не были во плоти, но пребывали бестелесными? Какое же это может иметь смысл? Замещаешь ли, что он разумел плотскую жизнь? Да чего же не сказал, вы не во грехе пребываете? Чтобы ты узнал, что Христос не только угосил мучительство греха, но и плоть сделал более легкую и духовную. Не через изменение ее природы, но посредством большего окрыления ее. Как железо от пребывания в огне само делается огнем, сохраняя собственную природу, так и у верующих, имеющих духа, самая плоть перерождается в ту же деятельность, делаясь всецело духовную, во всем распинаемое и окрыляемое вместе с душою. Таково, например, было тело, говорящего об этом апостолу, почему он презирал всякую роскошь и удовольствие, и тело его веселялось голодом, побоями, и терпя это, не скорбело. Свидетельство, и об этом Павел говорит, ибо легкое страдание плоти нашей, так было ему хорошо, и так он приучил плоти идти наравне с духом, потому что дух Божий живет в вас, слово потому апостол употребляет часто не для означения сомнения, но при полной уверенности вместо поскольку, как, например, говоря, ибо правильно пред Богом воздать скорбью оскорбляющим вас, и в другом месте, так много пострадали вы, неужели напрасно, о, если бы только напрасно, еще кто духа Христова не имеет, апостол не сказал, если вы не имеете, но неприятное отнес к другим, тот и не его. Если же Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Опять говорит, что Христос в них. О неприятном упомянул кратко, а в середине, а о приятном говорит и прежде и после, притом во многих словах, так что смягчает первое. А говоря об этом, он не называет Духа Христом. Нет. Но показывает, что имеющий Духа не только принимает имя Христа, но и имеет в себе самого Христа. Невозможно, чтобы Христос не находился там, где присутствует Дух. Где находится одно из лиц Троицы, там присутствует и вся Троица. Она сама в себе неразделима и теснейшим образом соединена. Что же будет, спрашиваешь ты, если Христос в нас? А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Видишь ли, сколько бедствий возникает от того, что не имеем в себе Духа Святого. Смерть, вражда на Бога, невозможность угодить его законом, невозможность принадлежать Христу, как должно, иметь его в себе обитающим. Смотри также, сколько благ бывает, если имеем в себе Духа. Принадлежим Христу, иметь в себе самого Христа, соревновать ангелом. Это и значит умертвить плоть, то есть жить вечной жизнью. Еще здесь на земле иметь залог воскресения из легкости и кисти зеи добродетели. Апостол не сказал, что тело уже недеятельно в отношении греха, оно мертво для греха, чем и возвышает легкость подвигов. Тот, кто имеет Христа, увенчивается даже без дел и трудов. Потому апостол, вот это и все, купил для греха, чтобы ты понял, что он раз навсегда истребил порог, а не естество тела. В противном случае было бы уничтожено многое такое, что может быть полезное для души. И так не об этом говорит апостол. Но он желает, чтобы тело, живя и пребывая, было мертво. Когда наши тела в отношении телесной деятельности нисколько не отличаются от лежащих в могиле, это и есть знак того, что имеем в себе Сына, что в нас пребывает Дух. Но ты, услышав о смерти, не страшись, потому что имеешь в себе действительную жизнь, за которой не будет следовать никакая смерть. Такова жизнь Духа. Она уже не покоряется смерти, но губит и истребляет смерть и сохраняет бессмертным то, что получила. Потому апостол назвал тело мертвым, не сказав, Дух живит, но наименовал его жизнью, давая тем разуметь, что он может дать жизнь и другим. Потом опять, привлекая слушателей, говорит о причине и свидетельстве жизни. Это есть праведность. Когда не бывает греха, не является и смерть, а когда нет смерти, бывает вечная жизнь. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. И опять апостол начинает говорить о воскресении. Потому что надежда воскресения особенно поощряет слушателя и укрепляет его примером Христовым. Не страшись говорить того, что ты обречен смертным телом. Имей в себе духа, и тело, несомненно, воскреснет. Итак, что же? Разве не воскреснуть тела, не имеющие духа? А как же всем должно предстать присудилище Христово? Как же будет достоверно мучение о гиене? Ведь если не имеющие духа не воскреснут, то нет и гиенны. Итак, что значит сказанное апостолом? Все воскреснут, но не все в жизнь, а одни в наказание, другие же в жизнь. Потому не сказал воскресит, но оживотворит, что обозначает больше, нежели воскресение, и даровано одним праведным. Указав же на причину этой чести, он и прибавил, говоря, живущим духом его в вас. Таким образом, если ты, живя здесь, утратишь благодать духа и умрешь, не сохранив ее в целости, то без сомнения погибнешь, хотя и воскреснешь. Подобно тому, как Христос, видя, что в тебе сияет дух его, не восхочет предать тебя наказанию, так увидев, что он в тебе угас, не согласится вести тебя в брачный чертог, как и юродивых дев. Итак, не позволяй телу жить ныне, чтобы оно жило тогда. Застав его умереть, чтобы оно не умирало впоследствии. Если оно останется живым, оно не будет жить, а если умрет, будет жить тогда. Тоже будет и при общем воскресении. Тело сперва должно умереть и быть погребено, а потом сделаться бессмертным. Тоже совершилось и в крещении. Сперва человек распят и погребен, а потом воскрес. Тоже было и с Господним телом, и оно было распято и погребено, а потом воскресло. 651. Итак, станем мы делать это. Будем непрестанно умерщвлять тело в делах его. Я говорю это не о сущности тела, да не будет, а о склонностях к порочным делам. Не терпеть ничего человеческого и не служить удовольствием, в этом тоже состоит жизнь. А лучше сказать, это и есть единственная жизнь. А тот, кто покорился удовольствием, не может уже и жить, вследствие возникающих отсюда беспокоить страхов, опасностей и бесчисленного роя страстей. Придет ли ему мысль о смерти, он уже прежде смерти умер от страха. Представится ли ему в уме болезнь, обида, бедность или что-нибудь другое из неожиданного, он уже погиб и уничтожен. Что может быть несчастней такой жизни, но не таков живущий духом, он стоит выше страхов и скорби, и опасностей и всякой перемены, потому что ничего не терпит, но что гораздо важнее, презирает все, что бы ни случилось. Как же это бывает, если дух постоянно живет в нас, как апостол не просто сказал, чтобы дух на короткое только время пребывал в нас, но всегда жил, вследствие чего и не сказал дух живший, но живущий, означая тем постоянное пребывание. Итак, умерший для жизни есть преимущественно таковой живущий духом. По этой причине апостол и сказал, дух живет правды ради, а чтобы сказанное было яснее, представим себе двоих людей, одного преданного роскоши, удовольствием и житейской прелести, а другого умершего для всего этого, и посмотрим, кто из них больше живет. Пусть один из них двоих будет весьма богат и знатен, кормит тунеядцев, эльстецов, пирует и упивается и проводит в этом целые дни, а другой живя в нищете, посте, впрочем, суровом житии, любомудрие, только к вечеру принимает необходимую пищу или, если хочешь, не ест, по два и по три дня. Кто же у нас из этих двоих преимущественно живет? Хорошо знаю, что многие укажут на того, который веселится и расточает свое имущество, а мы называем того, который удовлетворяется умеренностью. Если же возникают еще споры, противоречия, то войдем в жилище каждого и именно во время самого веселья, когда богач, по твоему мнению, живет в полном смысле, и вошедшие посмотрим, в каком состоянии каждый из них находится. Из двоих видно будет, кто жив и кто мертв. Итак, одного найдем за книгами, в молитве и в посте, или в бодрствующем, за каким-либо другим необходимым занятием, трезвящимся и беседующим с Богом, а другого найдем погруженным в пьянство и в состоянии нисколько не лучше мертвого. Если же подождем до вечера, то увидим, что он еще больше бывает объят смертью. И в таком состоянии застанет его сон, между тем, как первый проводит ночь без сна и бодрствует. Итак, о котором мы можем сказать, что он преимущественно живет, о том ли, который лежит в бесчувственном состоянии и служит для всех предметом смеха, или о том, кто трудится и беседует с Богом. Если ты подойдешь к первому и спросишь о чем-нибудь необходимом, то не услышишь ни слова, как от мертвого. А если пожелаешь побеседовать со вторым, хотя бы и ночью или днем, то увидишь, что он походит более на ангела, нежели на человека, и услышишь, как он любомудрствует о небесных предметах. Видишь ли ты, что один живет выше всех живущих, а другое лежит в состоянии, которое хуже состояния умерших. Последний, если и примется за какое-нибудь дело, видит одно вместо другого, и подобен безумным, а лучше сказать несчастнее и этих. Если кто-нибудь обидит помешанного в уме, то все мы чувствуем сосредоточение к обиженному и порицаем обидчика. А если увидим, что кто-нибудь издевается над таким человеком, то не только не чувствуем к нему жалости, но и осуждаем самого лежащего. И скажи мне, это ли жизнь? Не хуже ли она бесчисленных смертей? Видишь ли ты, что предающееся удовольствием не только мертву, но даже хуже мертвеца и несчастнее сумасшедшего? Один возбуждает в себе жалость, а другой ненависть. Один получает прощение, а другой подвергается наказанию за то именно, чем и болеет. Если же и по наружности так смешон человек, у которого течет гнилая слюна и от которого дурно пахнет вином, то представь, каково положение несчастной души, погребенной в таком теле, как в гробе. Видите, это то же самое, как если бы кто-нибудь дал полную власть служанке варварского происхождения, безобразной и бесстыдной, издеватья и оскорблять девицу скромную, благоразумную, свободную, благородного происхождения и прекрасную. Таково пьянство. 653. Кто из имеющих ум не предпочел бы лучше тысячу раз умереть, чем прожить таким образом один день? На следующий день после такого смешного препровождения времени человек, по-видимому, встает и трезвым, однако и тогда не имеет совершенного целомудрия, так как его глаза подернуты еще туманом после бури пьянства. Положим даже, что он и совершенно трезвый. Какая от этого польза? Трезвость его непригодна ни к чему и новому, как только заметить порицателей его. Пока он был в безобразном положении, то имел ту выгоду, что не чувствовал насмешек. А с наступлением дня лишается и этого утешения, потому что сам замечает, как слуги перешептываются, жена краснеет от стыда, друзья осуждают и враги насмехаются. Что может быть печальнее такой жизни? В течение дня служить посмешищем для всех, а вечером опять приводить себя в то же безобразное положение. Ну что, ты желаешь, чтобы я представил тебе в пример лихаимца? И лихаимство есть пьянство своего рода, даже более неприятное. Если оно есть пьянство, то без сомнения есть и смерть, при том гораздо хуже той смерти, так как и самое опьянение сильнее. не так гибельно упиться вином, как страстью к деньгам. Там вред ограничивается болезнью и оканчивается бесчувственностью и гибелью самого упившегося, а здесь простирается на тысячи душ, всюду возбуждая различные нападения. И так противопоставим одно другому, посмотрим, что у них общего и в чем один превосходит другого. И сделаем сейчас сравнение обоих упившихся, ведь с тем блаженным, живущим по духу, их нельзя и сравнивать, а можно только рассматривать по отношению друг к другу. И так представим еще раз трапезу, за которой тысячи убийств. Что между ними общего и в чем они походят один и другого? В самом характере болезни. Хотя вид пьянства различен, так как одно производится вином, а другое деньгами, но страсть одинакова, потому что они оба одинаково одержимы безумной похотью. Как упивающиеся вином, чем больше выпить чаш, тем больше их желает, так и любящие деньги, чем больше приобретает, тем сильнее разжигает пламя страсти, и тем больше томится жаждую, в этом они имеют сходство между собою. А в другом сребролюбие в свою очередь имеет преимущество. В чем же в том, что один переносит нечто сообразное с природой, потому что вино имеет горячительные свойства и усиливая врожденную сухость, таким образом производит у пьяных жажду. А лихаиме вследствие чего постоянно желает большего? А чего происходит что когда он больше обогащается тогда живет в большей нищете. Страсти это неудобно понятно и подходит больше на загадку. Но посмотрим на них если угодно когда опьянение их прошло. Впрочем сребролюбца никогда и нельзя увидеть по окончании пьянства. Он всегда находится в состоянии опьянения. Итак посмотрим на них обоих в состоянии опьянения. Разберем кто из них смешнее и изобразим их самыми точными чертами. Представим себе человека потерявшего рассудок от вина. Как он при наступлении вечера смотрит во все глаза и никого не видит. Как бесцельно без причины блуждает кругом натыкается на встречающихся и изрыгает. Как он растрепан и обнажен до бесстыдства. Как жена дочь служанка и все много смеются над ним. Выведем также на середину и сребролюбца. Здесь поступки достойны не только смеха но и проклятия сильного гнева и бесчисленных громов. Впрочем рассмотрим пока одно смешное и сребролюбец подобно пьяному никого не узнает ни друзей ни недругов также слеп хотя смотрит во все глаза и как тот везде видит вино так этот везде видит деньги. Изрыгаемый им гораздо гнуснее потому что он извергает из себя не пищу но слова хулы оскорблений вражды и смерти привлекая тем на свою голову тысячи небесных молний. Как у пьяного тело бывает синее и расслабленное такова же у сребролюбца душа а лучше сказать и самое тело у него не свободно от этой болезни но подвержено ей в большей степени потому что хуже вина изъедают и постепенно истощают его заботы гнев бессонница одержимый пьянство может хотя ночью протрезвиться а сребролюбие спьян постоянно и днем и ночью и в бодрестном состоянии во сне подвергаясь наказанию больше всякого узника и работающих в рудниках или даже другому более тяжкому мучению 655 скажи же теперь жизнь ли это а не смерть ли или не хуже ли и всякой смерти смерть доставляет покой телу избавляет от насмешек стыда и грехов а эти два рода пьянства ввергают во все это заграждает слух ослепляет глаза и держит рассудок в большом мраке серебролюбец ни о чем не хочет ни слышать ни говорить как только о прибыли и росте на прибыль о бесстыдных барышах о ненавистных торговых заведениях о делах приличных рабам о несвободному человеку как собака он на всех лает всех ненавидит от всех отвращается против всех враждует без всякой к тому причины восстает на бедных завидует богатым ни с кем не водит дружбы если он имеет жену детей и друзей если из всего этого нельзя извлечь ему для себя выгоды то они являются ему врагами более злыми чем враги действительные что может быть хуже такого безумия что несчастнее того когда человек сам себе всюду устрояет утесы подводные камни стремнины пучины и бесчисленные бездны когда он имеет одно только тело и служит одному чреву если тебя привлекает к общественным делам ты избегаешь этого опасаясь больших издержек а сам на себя налагаешь тысячи дел которые гораздо труднее общественных совершаешь мамони служение которое не только более убыточное но и более опасное и приносишь этому злому мучителю не только деньги телесный труд душевные мучения и скорби но и самое тело свое чтобы у тебя жалкий и бедный человек от этого варварского рабства что-нибудь прибавилось а разве ты не видишь сколько людей относятся на кладбище каждый день не видишь что они идут в могилу ногими и лишенными всего и не только не имеют возможности взять ничего из своей собственности мы и то чем прикрыты должны уступить червям смотри же на них ежедневно и может быть это укротит твою страсть если только вследствие издержек на погребение не будешь безумствовать еще больше ведь страсть жестока болезнь ужасна потому-то и мы в каждое наше собрание беседуем об этом и постоянно оглашаем ваш слух чтобы хотя вследствие повторения мог получиться какой-нибудь успех но не возражайте эта разновидная страсть готовит вам многие мучения не только в будущий день но и прежде его стану ли говорить о тех кто постоянно находится в вузах или кто одержим долговременной болезни или борется с голодом или о ком не быть другом ни о ком не смогу сказать что он терпит столько же сколько серебролюбцы что может быть ужаснее для всех представляться ненавистным и всех ненавидеть ни к чему не относиться хорошо никогда не быть сытым и всегда терпеть жажду непрестанно бороться с голодом который гораздо тяжелее обыкновенного иметь ежедневные скорби никогда не быть здоровым уме постоянно находиться в волнении и тревогах все это еще больше этого переносит серебролюбцы в случае прибыли хотя бы получили и владеют всем они не чувствуют никакого удовольствия потому что желают большего а в случае ущерба хотя бы потеряли один обл они представляют себе что ни с кем не случилось большего несчастья как будто они потеряли самую жизнь какое слово может изобразить это зло а если такова здешняя участь серебролюбца то по мысли что ожидает его по смерти лишение царства гиенские муки вечные узы внешний мрак ядовитый червь скрежет зубов скорбь теснота огненные реки никогда не угасающая печь сообразив все это и сравнив с удовольствием от денег исторгнись корнем эту болезнь чтобы получивший истинное богатство и освободившись от ужасной этой нищеты достигнуть тебе и настоящих и будущих благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа с которым Отцу и Святому Духу слава ныне и пресно и во веки веков аминь